Лёша такой звонит, говорит, а, говорит, ты где? Я освободился. Я говорю, я тоже. Я всё почистила. Сейчас приедет мне забирать. Наверное, воды привезём, я не знаю, в каком состоянии. Время уже позднее. Позднее. Есть в нём жизнь-то, силы ещё, чтобы что-то делать, воду ввозить. Без понятия. Давайте откроем пока его подарок на день рождения. Это потом возможности не будет показывать. Сейчас увезу домой и всё, и спрячу там где-нибудь сныклу. Я понимаю, вот оно. Это то, что он хотел. То есть я даже не сомневаюсь. Мы как-то там лежали, разговаривали. Я говорю, что бы ты хотела на день рождения? Мы мало так времени знакомы достаточно. Я в каких-то моментах тебя не очень знаю. Может быть, ты расставишь. Он, ничего не надо, ничего не надо. Я говорю, ты чего, 35 лет? Как это ничего не надо? Надо, 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 угомонись. Я говорю, ничего не надо, ничего не надо. Потом вот я вот смотрела, что он там на озоне чекает. Там в корзине его, как он вонялась. Озоновая, грубо говоря, да. И он это, бритву себе, электробритву. И такой говорил, ну, типа рассказывал, надоели вот станки. Вот он бреется. Я же вижу, что он нервничает. Надоели ему идеально. Поэтому, поэтому заказала ему такую бритву. Браун сервис 5. Ну, не скажу, что дорого. 6 тысяч. 5998 она стоит. Не знаю, как бритва может стоить 6 тысяч. Я, конечно, не знаю. Но я видела там есть и по 14, и по 30. Ну, а вот это вот смотрел, отзывы, вот это вот все. Она ему понравилась. Он как бы, ну, остановился на ней взгляд. И он ее рассматривал. И как бы говорил, было бы неплохо. Вот он сказал, было бы неплохо. Я говорю, ну, было бы неплохо, значит, было бы неплохо. Так, а есть, чем отрезать-то здесь? Значит, было бы неплохо. Ну, неплохо, так неплохо. Значит, надо покупать. Потом заклеить обратно. Здесь обычный скотч. Так что заклеится обратно легко. Букварь. Инструкция на всяко разных языках. Не, я еще не пришел. Собака там. Думала, он уже пришел, и я тут его подарок разбираю. Ой, короче, на всевозможных языках. Тут сама бритва. Разряжена, наверное. Да? Надо заряжать. Я хрен знает, как ей пользоваться. Все, да? Все. Это штучка. Это чистилка. Есть еще такие к ним омывалки отдельно продаются. О, вот здесь вот нарисовано. Ну, я, во-первых, не нашла. А во-вторых, вот, да, вот, возвращаясь туда, откуда я пришла, тоже была такая бритва с омывалкой. Вот за много лет ни разу этой омывалкой никто не пользовался. Поэтому нахер она нужна? Б-бы. На хрен б-бы она нужна? Еще какие-то насадки идут, но, видать, она... А, это омывалка, наверное, нужна для того, чтобы она использовалась как... Или это даже... Как это, скажите мне, как подстригательная машинка. А, все. Ну, нам омывалка не нужна. Я говорю, даже как подстригательную машинку использовал электробритву. Там когда-то, да? И ни разу этой херней не пользовались. Сколько она там валялась. А я сейчас сломаю. То есть, будет не по-новому будет, да? Где? Куда? Ну, смотрите. Пошла зарядка. Турмошеловка. Папа сделал из блендера шуруповерт. Зарядка идет. Ну, вот такой вот подарок. Да, на озону нам 5... 5900... Ну, короче, вот это вот 5996 тысяч. Что скажете? Ну, конечно же, 35 лет-то, юбилей, чем-нибудь, конечно, и получше. БП-ВБП. Ну, в смысле, по масштабнее, да? Ну, пока так. Пока так. Потом посмотрим. По крайней мере, то, что он хотел. А это кружки коллегам по работе. На 23 февраля. Четыре штуки. Должно быть пять. Еще одна придет. Сейчас я разбернусь. Почему-то заказала их в один день, 15-го числа. Эти кружки пришли вместе с бритвой сегодня, хотя должны будут прийти... Что, 19-е? 17-е, 18-е, 19-е. Должно были прийти 19-е. Да, пришли на день раньше. 8-е, 6-е, 7-е. А другая кружка, пятая, 22-го. Ну, с одинаковые кружки, один магазин. Кстати, хорошее качество. С Днем Защитника Отечества будь смелым, мужественным, крепким, достойным. Достойным чего? 23 февраля этого праздника. Блин, чегая это. Наспрыгала с ними. Ну, обычная кружка. Мужики на работе пьют чай и кофе. Нормально. Пусть будет. А что еще дарить? Ну, то, еще торт будет. Мы еще, по-моему, да, пирога тоже будет торт. Тортик купим еще и все. А что еще? Как еще? Все. В феврале, я вам скажу, появилось много праздников. Да-да-да. Почему я не люблю праздники? Там девушка в комментариях написала. Она меня поняла. Почему я не люблю праздники? Почему для меня 23 февраля в этом году такой праздник? Потому что Игорь, с ним можно поздравить папу, с ним можно поздравить брата, с ним можно поздравить любимого мужчину, сына. А остальные праздники? Ну, 8 марта. 8 марта не люблю. Знаете почему? Да. Вы правильно подумали. Потому что меня в нем в последнее время в нем не поздравляли. Один раз даже били. Вот такие вот дела. Каждый праздник, который случался в нашей жизни, это обязательно синяя, синяя, синяя яма, ругань, скандалы, хватит пить, ты обещал, ты не обещал, ты-ты-ты, ты-ты-ты. Это праздник просто полон. А так, конечно, без повода и так. Каждый день заливалось нормально. Уверяю вас. Каждый праздник алкогольный какой-то вот это, марафон. И причем, чем больше дальше зависимость, тем каждый праздник все становился праздничнее. То есть какие-то там, знаете, такие крещения, троица, день там, я не знаю, там, именины, лишь бы был повод. Там, день защиты детей, вот эти вот профессиональные праздники, да, там, день там дознания, день полиции, день участкового, день еще, вот я вот, давайте я буду праздновать день фотографа, день кондитера, день юриста, день геймера, день что-то там, защиты животных, день что-то, блогера, день вот эту всю кухрень буду праздновать и нажираться, да, каждый раз. Вот, собственно, вот поэтому каждый праздник для меня не в радость вот такая вот грустная тема, но я надеюсь, как вот девушка писала, спасибо большое за поддержку. Я рада, что я нашла человека, которая вот... Ну, она меня поняла сразу, почему. Спасибо большое за поддержку. Да, действительно, выбрала. Поэтому никакой праздник не в радости. Абсолютно праздник — это только официально... Официально нажраться можно было. А так каждый день и через день. Я видела пьяную харю. Поэтому вот так. А даже... Да, такой случай был смешной. Вот я вот не могу рассказать. День влюблённых. День влюблённых. Черпеть не могу. День влюблённых встречал со своим лучшим другом. Со своим лучшим другом встречали. Я пришла туда к лучшему другу и кинула вот это вот. Ну, купила там, скажите, какой-то костюмчик вот этот, знаете, такие вот. Ой, игрище! Кинула и сказала, развлекайтесь, друзья мои. Ну, докачу. Если уже не валё. День влюблённых. Вот так. Поэтому нахер мне. Это день влюблённых. 8 марта. Даже день рождения и Новый год иногда. Новый день рождения теперь уже как-то легче. А как, ловский, как скажет наш ловчайник? А так и не скажешь, да? Да, да, вот так вот и не скажешь. Всё. Вот чай. Надо разбирать тут. Сейчас придёт уже Алексей, я тут его подарок ещё не собрала. А он что-то зарядился? Подарок. А чё, а как включать? Нет, ещё зарядка, мигалка мигает. Блин. Чайник этот собачий. Нет, ещё написано мигает. Когда она будет работать, неизвестно. Надо было выключить из сети. Всё работает. Как-то только бреет. Чё-то тут лампочка у меня не работает. Чё-то очара залаяла. Лучше, что приехал. Тут подарок его. Запаковываем обратно. Тихо-тихо, не торопимся. Всё делаем проще уже. Никуда не торопимся. Чем меньше мы торопимся, тем успешнее мы всё соберём обратно. Да? Да. Так, это штучка чистилка. Всё, вот это вот. То есть, может, меня... Ну, я же ему всё равно скажу потом, что я, извини, я открывала, чтобы показать подписчикам. Так что он меня поймёт. Паковали без спешки. Всё убираем. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok